Всем привет! В кадре у нас фонарик Fenix HL50, очень популярный фонарь. Пробежимся по его плюсам-минусам. Ну и покажу, как он вообще в работе. Будет много демонстраций именно этого фонаря. И поспрашиваем людей, с кеми фонарями они ходят в поход. Этот фонарь может работать как от батареек 2А формата с помощью переходника. Также он работает на CR123 батарейках или с аккумуляторами CR123 с пониженным вольтажом. То есть не 3,7 вольта у них рабочее напряжение, а ниже. Такие есть в продаже, их можно купить, но для них нужно специальное зарядное устройство. Обычное зарядное устройство для лития, которое заряжает батареи с рабочим напряжением 3,7 вольта, здесь не покатит. Здесь нужна специальная зарядка и специальная аккумулятор. Производитель разрешает только использовать RCE123 с пониженным напряжением рабочим. Но зато 2А можно ставить. Налобное накопление стандартное для феникс, то есть вот такая резиночка. Фонарь можно достать из крепления. Здесь он не вывалится, потому что есть дополнительный фиксатор вот такой вот. Его тоже можно с фонаря снять, открутить. Крепление удобное, фонарь, оно не царапает. Фонарь можно поворачивать в креплении как угодно. Очень комфортно. С этим фонарем можно нырять, он действительно не пропускает влагу. До нескольких метров под воду можно погружаться. Здесь есть несколько режимов. И вот такая мощная, удобная кнопка. Фонарь включается. Это у нас самый слабый режим. Есть память, он запоминает, с какого режима он стартует. И можно пролистывать режимы. Самый слабый, он тут уже не виден на ярком свету. Средний и самый мощный. Слабый, средний, мощный. Фонарь выключается удерживанием кнопки. Все, фонарь выключен. Он запомнил тот режим. Выполнено все достаточно качественно. Накатка приятная. Все у фирмы Феникс на месте. Но есть пара нюансов. Ну, давайте мы их уточним у владельца вот этого фонаря. Денис, что у тебя за фонарик? Феникс, как я вижу. Да, Феникс HL50. Классный фонарь. Я, на самом деле, недавно высказывался на канале о нем. Классный для бабушек? Классный для бабушек. Видите, он у тебя сейчас работает, скорее всего, на батарейке. Судя по его размеру, на батарейке 2А. Да, там внутри аккумулятор Fujitsu, никел металлгидридный. Он сделан на той же технологии, что и аккумулятор не луп с низким саморазрядом. Какие проблемы у него есть? У него можно случайно включить его, кнопка слегка торчит. Вот. И, в принципе, он в режиме максимума, ну, достаточно быстро высаживает аккумулятор. Хватает, там, я не знаю, на пару часов, наверное, и все. Можно случайно поставить максимальный режим и адьос через 2 часа света. Вот так вот. А так, хороший, хороший. За свою цену один из лучших. Именно поэтому с таким оказываемым. Спасибо, Денис. Вот, два человека с фонариками Phoenix HL. 50 у нас в походе выбирают место, где поставить палатку рядом с какие-то трубами. Фонари в группе. Energizer у Светы. У Дениса Phoenix. У нас у Жени Zebra Light 600, только не в луде, как у меня. Обычный свет. Саша, обычный фонарь, недорогой. Олеся, Phoenix фонарь. Борис, обычный фонарь. Фонарь, фаза. Ну, и у меня Zebra Light. У фонаря имеется уплотительное колечко. В данном случае здесь ничего не смазано, ни колечко, ни резьба. Эксплуатируется всё так. У фонаря у каждого есть серийный номер на голове. Стекло на винтах. Это торксы маленькие. Сколько вижу, это торксы четвёрочки. Вот. И вот такое укрепление. Phoenix. Самый слабый. Светочувствительности камеры чуть-чуть не хватает. Ну, вот камень этот в пяти метрах видно. Средний режим. Очень такая приятная картинка для глаз. И верхний режим. Слабый. Средний. И верхний режим. До камня пять метров. Так, для примера. Zebra Light H600FV. Второе поколение. Режим называется M1. Ну, а теперь ещё раз. Тут уже такое пространство. Вдаль можно посетить. Слабый. Средний. Самый мощный. Средний. Самый а то. Турборежим включается с зажатием из любого режима. Вот так вот. И турбо он действует только если удерживать кнопку. Вот так вот реализована здесь защита, видимо, от перегрева. Потому что в турбо, естественно, он быстро греется и быстро разряжает батарейку. Ну, свет действительно очень мощный. В целом, это очень компактный фонарь. Он на CR123. Он ещё меньше, ещё более маленький. И он действительно лёгкий. Приятный в использовании на голове. Если сравнивать с моим фонариком Zebra Light H600, то Zebra тяжелее. Даёт больше света. Дольше работает. Более муторное управление. И в целом, простым туристам, у которых нет зарядок для лития, вот этого всего, не хочется заморачиваться с кучей режимов, я могу порекомендовать HL50. Потому что здесь действительно заморочено такое управление. Не сразу объяснишь, не сразу человек освоит. Ну, здесь вот всё просто. Большая, удобная кнопка. Ну, к сожалению, кнопка может случайно нажаться. Это большая, удобная в кармане. Можно едва использовать распространённую, которую можно везде достать. Можно использовать и CR123 компактную, которая даёт больше света. Он даёт больше света с литиевым аккумулятором. Потому что там вольтаж больше. Ну, интересный фонарик. Но перфекционистам, наверное, не стоит о нём задумываться, потому что недостатки всё-таки имеются. Всё, всем спасибо и до встречи на канале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...